Сотовый телефон подносите к левому уху, а воду пейте на голодный желудок. Такие рекомендации дают своим пациентам японские врачи. С вами «Школа здоровья». И мы приветствуем всех, кто интересуется своим самочувствием и хочет, чтобы его здоровье никогда не подводило. День детей, больных раком. Ежегодно отмечают 15 февраля многие страны планеты. И это не день отчаяния, а скорее праздник победы малышей и взрослых, врачей и родственников больных над страшным недугом. Ежегодно в России онкозаболевания поражают около 5000 детей. За жизнь каждого ребенка борются врачи, волонтеры, общественные организации, фонды. Ведь нужно не только правильно организовать лечение, но и обеспечить больным надлежащий уход. Все дети, у которых выявляются эти заболевания, они получают лечение в основном у нас в области. И часть из них мы направляем в федеральные медицинские учреждения. Если говорить по цифрам, то это где-то 1 к 4, то есть около 200 человек с небольшими копейками получают лечение у нас. И около 50 человек мы отправляем в федеральные медицинские организации. В том числе и для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. В отличие от взрослых, у которых чаще всего встречаются раковые заболевания наружных локализаций, большинство детских опухолей расположены внутри организма. И в этом-то вся сложность, говорят врачи. Поэтому онкологические заболевания у многих детей определяются, когда опухоли уже достигают значительных размеров. Это чаще всего какие-то полости. Это грудная клетка, брюшная полость, черепная коробка. То есть заподозрить наличие опухоли у ребенка достаточно сложно. И выявляется она уже в то время, когда дает какую-то симптоматику. Поэтому, соответственно, вот в этом плане результаты терапии. То есть чем ранее диагностирована опухоль, тем лучше результаты терапии. Соответственно, конечно, четвертая стадия, она достаточно проблемна в плане лечения. Хотя у детей четвертая стадия по некоторым позициям лечится очень неплохо. Даже, допустим, лучше, чем какие-то опухоли в второй стадии. Поэтому онконосторожность должна быть у всех родителей, говорят специалисты. И добавляют, что появление каких-либо изменений в состоянии здоровья ребенка должно быть поводом для обращения к участковому педиатру. Более того, все новорожденные дети в три месяца должны пройти скрининговое УЗИ. Отчасти благодаря этому врачи-онкологи имеют достаточно хорошие результаты. За год они выявляют 3-4 больных ребенка. Структура вообще детских онкологических заболеваний, она отличается от таковой структуры у взрослого населения. То есть если у взрослых поводают раки, то есть эпителиальные опухоли, которые достаточно сложно поддаются лечению, то в детском возрасте в основном саркоматозные опухоли высоко злокачественные. И в силу этого они, в общем-то, неплохо подвергаются химиотерапевтическому воздействию и лучевой терапии. Говорили на пресс-конференции и о роли восстановительного лечения маленьких пациентов. Во взрослой онкологии есть восстановительное лечение. Там трудоспособное население, его нужно восстановить, вернуть к нормальной жизни. А почему бы не задуматься, что наши дети вырастут, приобретут специальности. Они тоже будут полноценными гражданами нашей страны и также будут на благородины работать. И вот хотелось бы так же, чтобы восстановление детей начиналось с процесса лечения. Лечится и восстанавливается. И хотя методы лечения и диагностики постоянно совершенствуются, сложность заключается еще и в том, что форм онкологии очень много, около двухсот. И болезнь может начаться практически в любом органе. Детей чаще всего поражает лейкемия или рак крови. Вроде бы банальное ОРЗ, какой-нибудь кашель, боли в животе. То есть какие-то такие вот симптомы, они могут в том числе и скрывать развитие злопечного образования. Но здесь в плане, что как бы ориентироваться на что, то, конечно, это в первую очередь общий анализ крови необходимо сдавать регулярно и смотреть. Потому что при заболеваниях крови изменения там достаточно рано начинают проявляться. Во многих случаях спасти онкобольного может трансплантация костного мозга. Однако найти подходящего донора бывает очень сложно. Порой для одного больного нужно рассмотреть варианты кроветворных клеток не менее 500, а то и тысячи доноров. В Международный день детей, страдающих онкологическими заболеваниями, в областном центре планирования семьи и репродукции прошла акция. Жители губернии пригласили вступить в саммарский регистр потенциальных доноров кроветворных клеток. Человек, желающий вступить в регистр, приходит, заполняет анкету, согласен на вступление в регистр, сдает одну пробирку венозной крови, только для проведения анализа. Результат анализа заносится в базу данных. И если по результатам совпадений с этой базой данных между донором и пациентом, если находятся такие совпадения, с донором связываются, предлагают ему стать из донора потенциального уже донором реальным. То есть создать кроветворные клетки именно для этого конкретного пациента. Потенциальным донором может стать любой житель губернии в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющий серьезных заболеваний. Это абсолютно безопасно и почти безболезненно. Каждый может оказаться на месте деток, на месте больных. И пока у нас есть здоровье, я считаю, надо сдавать. Я сама имею медицинское образование, работаю в аптеке, в принципе, достаточно часто сталкиваюсь с больными людьми. Есть желание, конечно, помочь. И тут недалеко живу, рядышком. Узнала вчера в интернете, поэтому пришла. По официальным данным, в России около 36 тысяч потенциальных доноров костного мозга, среди которых только 66 стали реальными. Сегодня в Самарском регистре доноров костного мозга 3199 человек. В одной из программ мы уже рассказывали о новых методах психологической реабилитации онкобольных. Однако в помощи психологов сегодня нуждаются не только пациенты, но и сами медики. И какие бы психологические барьеры они для себя не ставили, говорить пациенту о диагнозе, оказывать помощь – это всегда морально нелегко. К тому же, как показывает практика, медперсонал в самую последнюю очередь обращается за психологической помощью. Это сама профессия альтруистическая, отдающая. Мы всегда привыкли быть на коне. Мы привыкли быть в белом халате, мы привыкли отдавать, участвовать. Но помоги себе сам, и для этого приди сначала к специалисту, сними этот стресс. Ну, как уже, знаете, такую поношенную одежду. Чтобы снять усталость и эмоциональное напряжение, медработники областного онкодиспансера посещают специальные тренинги. Их задача – познакомить врачей и медсестер с синдромом эмоционального выгорания и научить персонал правильно вести себя в той или иной ситуации. Ведь зачастую врач несет в себе груз общения. Он находится под постоянным действием чужих отрицательных эмоций. Он служит либо жилеткой, в которую плачут, либо мишенью для выплеска агрессии и раздражения. Одним из симптомов этого синдрома эмоционального выгорания является то, что вдруг апатия, руки опускаются, нарушенный сон, ничего не хочется делать, свет белый мне не мил. Все равно из последних сил мы стараемся все равно давать, давать, давать. И многие люди в других профессиях все равно могут почувствовать, что ну вот все, я заработалась, мне нужно просто взять отгул себе, уйти пораньше. А здесь я не могу уйти пораньше. Здесь у меня операционная, здесь у меня прием, здесь у меня родственники пришли, пациенты, которые тоже хотят узнать правду о моментах определенных лечения. Как я могу покинуть свой боевой пост? Представляете, поэтому организация профилактики и лечения этого синдрома эмоционального выгорания, она должна быть здесь. Даже знакомство с синдромом выгорания можно обернуть себе на пользу, говорят психологи. Справившись с синдромом выгорания один раз, человек уже будет знать о врага в лицо и наверняка сумеет вовремя выявить его у себя и достойно преодолеть. Берегите себя и будьте здоровы! Увидимся через неделю!